а ребята всем привет с вами александр дула сколд evolution и у нас сейчас будет там продолжение серии с игуанодоном как мы знаем игуанодон у нас такое существо непростое он у нас довольно неплохо умеет обороняться и у нас есть три версии игуанодона первый это игуанодон максимально вкачаный на силу удара с максимальная так это 151 если игнорируя все остальное все выбирать там те модификации которые будут именно усилять удар то есть у нас получился игуанодон силы удара в 151 и защитой 28 2 игуанодон это сбалансированный то есть оптимальные на мой взгляд х соотношение защиты и удара то есть получилось 139 на 66 так и есть у нас еще третий игуанодон это игуанодон максимально вкачанный в оборону у него 106 оборона и 83 атака вот такие вот дела у нас здесь гуляет один акракант и давайте начнем с максимально агрессивного вот такой вроде простой парень но он не кислок качен сила удара 150 ребятки это это круче чем у практически всех хищников если мне память не изменяет да там ранее стал 106 у тирекс 102 что такое так ну посмотрим вот у нас тут кстати есть акракант для сравнения ухты присел так смотрите вот наш акракант базовый у него 64 не то наш 90 аж 96 на 32 у него че это он только вышел х уже уставший итак ребятки в общем то я сюда загрузил амм самого самого сильного 151 по а по атаке игуанодона и сейчас мы будем выпускать по очереди я бы выпустил их всех но они начнут между собой драться будет неприкольно потому давайте по очереди думаю что игуанодон ну как бы на раз-два сейчас всех уложит вот этих вот мелких блин реально да тут то одним их одним пальчиком его прикоснется и сломает его втрое но его можно проглотить даже при желании а вот это удар но ты будешь на тишине еще все покойник смотрим супер удар от игуанодона все дело фазавр понял что он был неправ а у это был удар ногой я кстати такого не ожидал да и на них твой выход в общем-то делась вообще ничего не смог сделать так время нагнуть еще одного астрозубого а а а так и сейчас он его даже ногой пнуть вот это вот этой вот этой ногой у удар копытом велоцираптор ну кстати никто из них их его даже не укусил а сможет ли троадон его отравить ну а это первый кто укусил игуанодона ну вот и все но он укусил и прилично укусил посмотрим что он сможет сделать огрызнется ли он вообще вот такой вот красненький дьявольский у нас появился чё готов умереть думаю готов больше чем пол жизни сносит за один удар ну и вот и все даже не огрызнулся раптор самый сильный среди мелких это мы знаем ну и получи удар копытом так то пока нашего динозавра там он наелся напился да потому что из-за этого он начал терять здоровье 72 в общем то но я все таки уже буду выпускать наших следующих хищников и это будет и ере роза но если он вдруг победит то мы можем всегда переиграть этот момент хотя я не думаю что он должен победить он все таки относится к мелким хищникам 65 на 18 но тут 150 сами понимаете должно все порешаться быстро 77 и он довольно быстро регенит здоровье сила атаки вдвое выше ну и драка началась моментально это хорошо ох уж эти удары 49 на 45 так ну примерно равные противники представляете себе да удар хищников вдвое сильнее чем удар травоядного ну получается так потому что по цифрам у нас именно был сильнее и гуанадон но кусали они одинаково так решила выпустить утра дона посмотрим что он сделать мне кажется просто он укусит его разок типа как-то незаметно и убежит и гуанадон будет из-за этого умирать ну что мне такое вот подозрение и мы переходим уже тогда более крупным хищником а-ля моюнгозавр зухамим карнатавр и тому подобными ну сейчас посмотрим как решится дело вот с этой битвой так традон уже голодный но чё-то он вообще никак не хочет атаковать давайте тогда же будем выпускать вот этих ребят моюнгозавр 83 на 32 а барионикс у меня 94 ну так мне немножко вкачан ну давайте тогда выпустим нашего более крупного хищника и посмотрим есть ли шансы у и гуанадона но опять же он на тоже одной ногой ломает позвоночник в трех местах этому моюнгозавру если так разобраться он очень уступает по размерам и гуанадону похода не друг друга заметили о да какой он крохотный да как будто бы это какой-то зауропод 45 пол жизни снес для него эти ребята все равно что маленькие вот и все он его даже не раз а один раз укусил ооо шинейм из джон сина ооо это был пронзающий удар ребята давайте мы здесь будем выращивать хищников у нас здесь скорость инкубации здесь все будет очень быстро так никто у нас здесь так алазавр это был мы потом будем использовать барионикс так только давайте мы все таки о о о о о о о традон традон скотина что-то сделал традон укусил представляете себе вот я и то что о чем я ему говорил то есть он не будут драться он просто подбежит его втихаря укусит и все а и вообще вылечить можно как-то так ну традона раз такие дела нужно просто усыпить ладно а мы пока поиграем здесь здесь у нас максимальная оборона и максимальный баланс вот этот оборона а вот этот баланс правильно я понимаю 8 у нас по балансу то 8 нет 8 у нас оборона 8 это у нас максимальная оборона походу все да то есть как бы не крова кровотечение неизлечимо но это как-то глупо немножко так ладно там барионикс нас готовится готовится зухамим есть корни базовый выводим и кто у нас еще из таких хищников есть кархи это большой метрик метрик у нас еще есть тоже выводим выпускаем его величество барионикс а сейчас узнаем в общем то на кого он попадет на того и повредит козы бегают ё-моё у меня тут козы плодятся или кровотечение имеет какое-то время но просто так оно не лечится рейнджерами это очень странно у меня вроде все исследования есть почему нельзя вылечиться то есть такая мелочь может убить любое существо так крокодильчик у нас появился базовый крокодильчик сейчас будет сейчас будет драка 79 на 30 ну сейчас отпинает и гонодон восьмой снял пол жизни но единственный кто может лучше противостоять мне кажется это аллазавр давай щеней без джон сина блинов брюхов с поролами сто процентов можно сразу выпускать следующего карни в принципе можно выпустить даже двоих почему бы нет и метрика у нас же два будут две битвы дамы и господа рады сообщить что в парк доставлен карнотавра давайте полюбуемся на карнотавра и метрия кантазавра вот такой вот у нас красавчик кто больше нравится карни или метрик кстати у них тоже как бы рожки такие есть да тут как кстати и у аллазавра так но сейчас у нас вот два противостояния посмотрим кто из них будет противостоять лучше восьмой это оборона который у нас только эти два идиота начали между собой сражаться ну что ты будешь делать на такой поворот я конечно не рассчитывал но метрика антазавр побеждает походу попробуем как бы они можете себе не разойдутся то то кого то вылечу нет походу не разойдутся так перевес теперь сторону карни а вот и время разойтись это правильное решение это сколько козлика бегать ё-моё раз два три 4 5 6 7 8 8 козлов и чего не все тут крутится они хотят чтобы их съели так но сейчас они отгребут вероятно обои почему они у меня тут умирают для меня настройка же стоит настройки песочницы продолжительность жизни не ограничено бесконечные кормушки требования требования ну ладно по моему где-то был такой хар такая характеристика ну карни поживее у нас пока что надо было две машины вызывать конечно так ну все сейчас будут вот этого стрелять так ну давай карни кто-нибудь да я сейчас кого-то придется усыплять я так чувствую блин эти сейчас начнут сражаться между собой и эти что ли будут сражаться борься за доминирование ух ты я такого чуть раньше не обращал внимание это чё будет битва или просто порычат просто порычали блин мне не надо чтобы эти два идиота сражались куда ты спалишь вот так вот почти попал 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 да так ладно давайте тебя пока перевезем вот сюда а кровотечение прошло у этого и гонодон отлично там может хоть посражаются так давайте выведем алыча здесь алазавр он у нас самый сильный модифицировать все в базу так ну теперь у нас будет нужная нам драка у него еще еда не закончилась но следы крови еще остались посмотрим метрик 84 у этого 85 так ну кто первый начнет драку по ходу вот это началось так ну метрик ну тех она девяносто один ну примерно пору и снял ну да вот больше половины здоровья мало мало укусил видите лишь всего лишь 32 процента давай щеней мисс джон сина татарата и сразу же переносимся сюда ну они уже успел нанести удары один и гонодон 43 процента ну пока что эти хищники не смогли укусить ни одного и гонодона а велоцираптор это смог напомню вам а пальцем под ребра прямо в сердце это прям как какой-то киллер а мне все-таки укусил укусил метриакантазавр молодец смог таки укусить немножко ну а здесь нет тогда мы здесь смело можем выпуск выпускать кого-нибудь так алыч у нас здесь а здесь кто здесь зухами давайте зуха мимо сначала выпустим и посмотрим на кто у нас еще может так есть кого-то пропустил ну индоминус эндораптор эти точно справиться метрика мы видели майюнга видели спинораптор но он тоже мне кажется справиться без проблем ну ц церат это мы знаем ц церат давайте его тоже сейчас упростим так сказать или может не будем упрощать а ну как ты куча какие показатели 111 на 52 надо немножко наверно убрать или не стоит давайте выведем такого там посмотрим так два зелененьких уааааааааааааааааааааааааааааааа сражается постоянно восьмой вы заметили по моему девятый ни разу не сражался и это нас тот что обороняется постоянно сражается так а у тебя где у нас тут показатели рейтинг базовая дурная слава 111 ни одного таки он одного он положил но не не сравнивать с этим а этот положил двоих всего лишь но нет ладно не так все плохо как мне показалось так кто у нас уже готов аллазавр давайте церата выпустим а этот мощный мощный цират цират 112 на 52 ну алыч алыч мол он съест я почти уверен что алыч должен победить аллазавр это вам не просто так так ну сейчас уже походу будет у нас первая смерть ну да и он по размерам покрупнее покрупнее драка началась драка снял больше половины жизни снес а сколько ответит аллазавр а он уменьшил нет все-таки показатели у него при плюс-минус такие же какие у других средних хищников я просто помню он с эндораптором неплохо себе показал кто не смотрел видео где у нас эндорапторы сражались со всеми хищниками ищите на канале а а вот и все опять же один раз только укусили 9 и гонодона а ну теперь 22 будет у них у и гонодона счет ау 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 да мне ожидал и такого поворота не ожидал так спинич давайте выпустим его он принципе такие не особо сильный но он гибрид давно мы его не видели в парке парк доставлен спина раптор стремно достава драка стопроцентный молодец ну по-моему ему хана будет 45 до хана им один даже не успел ничего сделать были они как киллеры так ну последний шанс выпускаем мощного цератозавра не знаю правда сколько он там вкачан но в характеристике вы его видели 111 на 52 довольно грозный противник у этих ребят 100 111 на 52 то есть этот сбалансированный сильней и но этот вдвое большую защиту имеет ну посмотрим а вот они уже и начали ну вот смотрим сможет ли прокачанный церат что-то сделать нашими гонодонами 32 процента вот это поворот и здесь 28 они вот прям примерно равные по силе ребята разойдутся да мне кажется разойдутся разошлись неплохо 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 ребятки так пока они там будут залечиваться мы еще тут провернемся ну обычный церат проиграет проиграет вкачаным и гонодоном 101 на 37 но спинозавр уже вот относится просто более крупным хищникам и он тут однозначно победит давайте на всякий случай выведем но здесь уже просто уже решает класс мелких всех побеждаем средних тоже можем побеждать 37 97 а у тебя уже 44 так ну и ой он нарвался на альфу но это ему хана а так шансы были но не сейчас ну и вот и все один удар решил судьбу ну как-то очень много там они снимали по 40 а у цератозавра прямо там же было по 70 процентов но и царат кусал больно конечно под 70 процентов снимал а молодец молодец справился так да так мне интересно давайте по модификациям пробежимся насколько сильным не не особо сильным был был церат церата можно сделать еще сильнее но церата по-любому можно сделать более сильным чем 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 наши ребятки вот такой например так это не интересно ну вот если по балансу идти ну то вот такое что то получается сбалансированный церат 137 на 77 нас на самом деле нет не не такой он сильный не такой он и сильный ребята как мне мог показалось хочет есть а почему ты не ешь если ты хочешь есть ну они же бесконечные на самом деле то есть он просто пил в это время на ищет воду проголодался бедняжка но сейчас поезд но у нас тут что церат выращивается и спинич уже наверно готов да давайте выпустим спинича он точно кого-то съест сто один на 37 минут они просто даже по идее не должны атаковать как я проверял на метри а кантазаври она акра кантазаври так давай выбирай того что по альфу выбирай пожалуйста ну они не будут просто отбиваться от него даже это конечно печалит да но вот то что я и говорил он просто взял и укусил его за один укус ну давай ну-ка ты спящего будешь кушать ну смотри какой и гонадон здоровый да он больше чем акракант хокки-палки ну нет на самом деле не больше но очень похоже на посмотрим что и гонадон с максимальной атакой сможет сделать распространяется ли вообще как бы его сила какой бы она ни была на хищников большого размера мне кажется нет мне кажется он ничего не сможет сделать хозяйства каракант как-то так стрёмно не хочет его атаковать может он там чует а чует силу нашего и гонадона дуэли ребятки и да ребятки в общем то каким бы сильным не было травоядной если он как бы по классу не проходит то ничего с такими крупными хищниками он сделать не может ну это было принципе вполне себе ожидаемо так ну давайте выпускаем тогда цирата и посмотрим что получится цират может съесть спинича а потом они сражены взяться с игру на дону и гонадон его добьет может быть и такое да да противник появился и более сильный чем ты смотрим 136 на 77 а здесь 101 на 37 то есть ну тут по идее без шансов но посмотрим с кем он впервые первым сразиться скорее всего хищники между собой порешают а это а а а а а а а Думал, он ему сейчас голову откусит. Так. Все-таки решили драться между собой. Ну, посмотрим. 139 на 66. Против 136 на 7. Ну, похожие характеристики. Но, наверное, Церат победит. Да, немножко сильнее куст, но решит все... Вот сейчас удар. Сейчас удар все решит. Решили разойтись. Тогда все, тогда останется один спинозавр. Раз такие дела. Не знаю, попытаюсь их подлечить. Эй, дражбан, давай закончим бой. вот так вот ну как и предполагалось да это нас базовый спинозавр конечно же было бы прикольно если он сейчас точно так же сделал с тератозавром так но успею я его подлечить или нет сейчас посмотрим иначе побеждает спинозавр если я не успею подлечить услышу слышу едет джип так ну подлечил но совсем немножко хватит ли ему этого 75 на 60 он сейчас как укусит но тут два укуса и тому и тому осталось 20 процентов всего лишь снял очень мало они принципе да церат ну помощнее был 35 на 21 церат победил бы если бы у него было полное здоровье ну и сейчас скорее всего победит они разойдутся и церат должен победить но ничего пока что не решено на сто процентов 50 на 35 но я думаю все понятно но 13 это еще не приговор но спинчи надо делать два укуса в ряд и цератозавр наносит последний укус хотя начинал он 75 процентов вот такие вот дела ребятки в общем то на этом серику с изучением и гуанодонов мы закончили и в общем то свои предложения пишите в комментариях если вдруг что упустил на этом все всем пока ребятки аладар лег поспать